Используется неочищенная вода. Мы добились максимально качественной очистки воды за счет фильтрующих засыпок Ультрамикс. Особые гранулы очищают воду при сложных загрязнениях. Стабильное и гарантированное решение. Чтобы в реальной жизни было так. Надежная фильтрация воды с ротачными решениями. Всем привет! Вы на канале Цветуля у Светуля. Живу на северо-востоке Ленинградской области. Сегодня у нас 2 июля. И сегодня видео будет про однолетние цветы, которые у меня растут и в кашпо, и в грунте. Так что оставайтесь со мной. Сегодня будет много интересного. В этом сезоне, друзья, решила посадить в подвесы только белые петуньи. Перед вами сорт вегетативной петуньи фанфара Вайт. Очень нравится. Два кашпо у меня на навесе этой петуньи. И два кашпо покажу вам обязательно около крыльца с фанфара белой. Нравится, как она растет. Всегда у нее такая красивая цветочная шапка. Плотная. Руку не сунешь. Листьев не видно. Единственное, что, конечно же, как и все петуньи, она боится дождя. Если погода в этом году не подведет, то, надеюсь, моя петунья будет такая же красивая до самой осени. Она не полкуется. Она растет вот именно такой плотной цветочной шапочкой. В кашпо у меня посажено по одному, друзья, растению. Кашпо вот у этой именно петуньи 12 литров. Вот две петуньи по 12 литров у меня посажены. Это тоже фанфара белая. Два подвеса по одному растению в каждом кашпо. Кашпо, наверное, литров 7, может, 8. К сожалению, точно не знаю. Но что хочу сказать. Присыхает она значительно быстрее, чем в 12. Поэтому, друзья, сажайте в большие объемы. И у вас не будет таких проблем с поливом, как у меня. Дальше, друзья, на арке у меня петунья из семян серии Изи Вейф Вайт. Тоже очень красивая. Также растет плотной красивой шапочкой. Обожаю ее. Выращиваю уже несколько сезонов подряд эту петунью. Никогда от нее не откажусь. У кого нет вегетативной, вот, пожалуйста, семенная петунья ничем не хуже. Обалденная. Посмотрите, как хорошо смотрится. И еще, друзья, одна красавица. Петунья опера Райс Бери Айс. Ну, до чего красотка. Посередине сорт не знаю, потому что это у меня самосев. Сама по себе насеялась. Я вот ее к двум красавицам поставила в подставку. Посмотрите, как здорово. Розовое облако. И еще, друзья, у меня несколько петуньей посажено в грунт. Это вот тоже вегетативная петунья. Крупные, огромные цветы. Сорт Орхид Фрост. Посмотрите, какие интересные. Она у меня подмерзла. В теплице стояла весной. Я ее обрезала. И она совсем была маленькая. Никакая. И я ее посадила в грунт. Но в следующем году я буду сохранять черенки. Обязательно посажу в кашпу эту красотку. В грунте понравилось, как смотрится. Дальше, друзья. Еще у меня в грунт посажена петунья фанфара белая. Был череночек. Тоже не очень хорошего качества и вида. И я решила посадить в грунт. В грунте прям прелестно себя чувствует. Вместе с розочкой. Отлично. Вот еще одна вегетка моя. Орхид Фрост. Среди барбарисов. Посмотрим, как нарастет за сезон. Покажу вам обязательно. Еще одна красавица. Самосев. Выросла вместе с вегетативной вербеной. Вербена была забрана черенком домой. И вот в течение зимы вырос череночек петуни. С таким красивым цветом. Не знаю, от какой петуни насеялась. Теперь живет в цветнике. Очень уж мне понравился ее цвет. И не стала ее от вербена выбирать. Растут теперь они у меня вместе. Друзья, видео, которое я вам только что сейчас показала, кусочек, был отнят позавчера. А вчера вечером у нас был сильнейший ливень с грозой, с молнией, с ветром сумасшедшим. И мне вытрепал петунию опера Райсбери Айс. Одну поломал, а вторую я обрезала, потому что будет некрасиво, если одна будет петуния. Обрезанная, а вторая нет. Обрезала я вот эти две петунии. Вот так они теперь выглядят мои. Красавицы две. Пришлось мне обрезать, потому что вот тут выломались, край веток выломался от ветра. Я не успела вовремя убрать. Семенную обрезала. Вот этот вот цветочек один остался. И вот еще одна обрезанная опера Райсбери Айс. И пока я на арку поставила свою вегетативную петунию, фанфару белую, да, вот она у меня, череночек маленький совсем, рос, рос сначала в трехлитровом горшочке. И потом я его вот, ну как недавно, может быть, недели три назад высадила в 12 литров. Еще не нарос у меня костик, но я думаю, нарастет к осени, как раз будет у меня красивая петуния белая. И поставила кашпо с вегетативной вербиной сюда пока. А эти будут у меня две петунии отрастать. Но ничего, я даже не переживаю, потому что, в принципе, она у меня изрослась, эта петуния опера Райсбери Айс. Мне стало, во-первых, плохо здесь ходить, поливать свою пеларгонию, не подойти. И поэтому сейчас самое время ее обрезать. Начало июля. Она через две недельки опять обрастет и зацветет. После обрезки я ее, друзья, подкормлю обязательно удобрением, где преобладание азота. Азота побольше, короче говоря, ей сейчас надо дать. Вот такие перемены. Остальное все у меня, в принципе, хорошо пережила в такую ужасную погоду. Эти две навес сасарки я унесла, успела. Те не уносила, конечно. Мне там не поднять горшки по 12 литров. Целые были мокрые, и земли столько много. Я их даже не убираю. А вот эти еще маленькие горшочки, здесь не так тяжело. И пока петунии маленькие, унесла от греха подальше. Эти не успела. Но вот такая теперь обрезка сделана, что тоже неплохо для петунии. Пока вот так. Сейчас, друзья, вам быстренько расскажу, чем кормлю свои петунии. Никаких у меня таких супер способов нет, никаких схем. Я купила еще в том сезоне удобрение Мастер водорастворивая. Очень мне нравится. Там такая дозировка азота-18, фосфора-18 и калия-18. Развожу я 10 грамм на 10 литров воды. Под корень подкармливаю в каждый полив. Еще кормлю удобрением монофосфат калия, где фосфор и калий преобладают, азота совсем чуть-чуть. Ну, как бы чередуя, да? Разок там мастером, или там пару раз мастером, потом пару раз монофосфатом калия. Тоже монофосфат калия 10 грамм на 10 литров воды. Водой поливала свою питунью только тогда, когда ее высадила в горшочке. Сразу в горшке высадила, поливала там недели 2-3 водой простой. Вот после этого стала подкармливать в каждый полив свою питунью. Еще делаю листовые подкормки. У меня куплено удобрение Плантофит, где 20 азота, 20 фосфора, 20 калия. По листу кормлю свою питунью. Пролила под корень водичкой, дала удобрение по листу. Вот кормлю свои растения многолетние по листу Плантофитом и питунью подкармливаю обязательно. Не прохожу мимо этой красотки. Еще у меня есть Плантофит, где фосфора много, калия и азота поменьше. Тоже многолетние подкармливаю, подкармливаю питунью. Естественно, тогда поливаю водой под корень. Вот. Ничего у меня нет сверхъестественного. Так, дальше. От вредителей, от болезней делаю, конечно же, обработки каждый месяц. Уже обрабатывала от вредителей препаратом Актара и от болезней обрабатывала препаратом фалькон. От грибковых инфекций, от мучнистой росы, от всяких. Знаете, я боюсь, что сейчас у нас вроде как дожди обещают, и ночи такие не очень у нас теплые, чтобы не заболела питунья мучнистой росой. Вот. Ну, все как всегда. Ничего такого нового я не придумала и не собираюсь. Мне нравится, как моя питунья растет и развивается. И мне не трудно в каждый полив ее подкормить. Как сажала и в какой грунт питуньи свои, у меня есть видео. Ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. Кому интересно, посмотрите. Забыла еще здесь вам, друзья, сказать, что питуньи рассажены у меня по 12 литров горшочки и также по одному растению. Так, с питуньями вроде как разобрались. Пойдемте дальше. Перед вами, друзья, Алисум. Сорт Snow Princess, вегетативный, не из семян. Выращен из черенка. Вот такое растение большое, в 27 литров посаженное, выращено из одной веточки. Здесь одно растение. Очень мощное и красивое. Snow Princess обалденный. Алисум всегда растет вот такой большой цветочной шапкой. Единственное, что в этом году у нас очень жарко было, и ему, конечно, такая погода не нравится. Он любит прохладу и дожди. Но никак не жару. Ну, вроде ничего, держится. Держится, но как-то мне не очень нравятся его цветочки в этом году. Какие-то они не очень плотные. Ну, посмотрим, как дальше будет себя он чувствовать. Вроде сейчас у нас обещают попрохладней, с дождями. Так что, может быть, восстановится. Мой Алисум. Еще, друзья, один Алисум сноу-принцесс по 27 литров. Тоже одно растение. Но здесь немножечко он поменьше, чем тот, который я вам только что показала. Еще, друзья, один красавчик. Сноу-принцесс посажен 12 литров. Вы не представляете, как он вчера выглядел. Это ужас какой-то. Я была на работе, стояла жара. Полить было некому. Мой Алисум, он присыхает здесь моментом. Был как тряпочка. Все побеги опустились, цветочки скукожились. Я его вчера поливала, поливала, но вроде отпоила. А вечером дождичек, прохладненько, и все, мой Алисум встал. Слава Богу, а то вчера был уже как сосулька. Поэтому, друзья, чем больше дадите объем горшка, особенно Алисуму, тем лучше. Что не скажешь, друзья, про Алисуму лавандер. Посмотрите, какой красавчик. Это тоже вегетативный, не из семян. Растет у меня в подвесном кашпо литров, наверное, 5-6. Отлично себя чувствует. Уже проверила. Сажаю его в такой объем уже несколько сезонов подряд, и он у меня доживает до осени. осенью просто такой получается шарик, разрастается шариком, что не видно горшка. Такой прям красавчик осенью. И осенью он как-то потемней. Сейчас на солнышке цветочки выгорают. Видите, они такие светленькие. На макушечках светлые, а внизу потемней. А осенью он весь темный. Просто красавец был. И еще, друзья, два горшочка украшает эту зону. Алисум лавандер посажен в 12 литров. Смотрите, какая красота. Такие плотные, красивые шапочки. У этого Алисума плети покороче. У Алисума снова принцесс. Сами вот эти вот веточки с цветочками длинные. Здесь какие-то А здесь они такие плотненькие, коротенькие. И такие вот получаются шапочки красивые у него. В том сезоне у меня тоже здесь стояли два Алисума лавандер. Но посреди лета они у меня пропали, потому что я не сделала хорошего дренажа. У меня дренажные отверстия в том году замылись. И в этом году я положила прям такой хороший слой пенопласта, чтобы мои Алисумы не пропали, чтобы не было загнивания корней. Потому что я уже как-то это побаиваюсь. В том году, когда доставала свои Алисумы, пропавшие из горшков, там прям, знаете, это вода хлюпала в горшках, представляете? И поэтому в этом году я постаралась дренажа, наложила толстый такой прям хороший слой. И во все горшочки свои я тоже добавила. Ну, в этом году пенопласт добавила, потому что пенопласт легкий, горшки и так тяжелые в подвесах. И вот, ну, такой хороший слой у меня вода не застаивается нигде. Вот. Подкармливаю, друзья, свой Алисум так же, как и Петунью в каждый полив. Ну, вот, обрабатываю намного чаще, потому что его очень любит крестовая обложка. Вокруг него прям ее кишит. Вот его, Алисум немножечко тронешь, а оттуда прям эта крестовая обложка влетает облаком. Это ужас какой-то, сколько ее в этом году много. Не только на Алисуме, а на всех растениях. Но такое ощущение, что в этом году какое-то нашествие этой крестовой обложки. Белые облака летают по всему цветнику. Вот. Поэтому Алисум я уже обрабатывала и фитовермом, и октарой, и вермитек. У меня уже пошел в расход, потому что розы свои обрабатывала тут вермитеком от клеща, и решила я Алисум за ним обработать. И вроде сейчас вот этой обложки я не вижу. Не знаю, надолго, ненадолго, но приходится мне это делать, иначе его начнут есть. Если, друзья, увидели на листочках дырки, значит, Алисум уже подвержен вредителям. Там такие работают маленькие-маленькие гусенички зеленые. Их даже можно не разглядеть. Но вот если дырочки увидели, сразу же делайте обработку любым препаратом от вредителей. Можно, конечно, специально взять от гусениц, можно хоть и лепитоцит взять, обработать. Ну, чем-то надо. Хоть витавермом. Тоже биологический препарат, кто не хочет химией пользоваться. Короче говоря, надо контролировать. Алисум очень подвержен вредителям. Так, дальше. Сейчас вам сделаю обзор цветов однолитних, которые у меня посажены в грунте. Такой вот у меня здесь цветничок. высадила сюда бакопу вегетативную. Смотрите, вот она красавица. Вот столько уже много цветов отцвело у нее. Они вот так вот засыхают, становятся коричневые. Ее можно, в принципе, сейчас подрезать, чтобы она у меня начала наращивать боковые побеги и опять зацветет. Ну, ее немножко надо загустить. Тут вот ветка длинная. И еще у меня бакопа вот здесь стоит в горшке. Смотрите, тоже маленечко ее можно чуть-чуть подрезать. Что-то она у меня так разрослась. Здесь тоже много отсветших уже цветочков. Покругле ее сделать. Когда бакопу подрезаешь ей веточки, у нее просыпаются боковые побеги. Видите, вот они боковые побеги пойдут расти. и будут опять все усыпаны цветами. Видите, она цветет по всему побегу бакопа. Вот сколько цветочков уже здесь отцвело. Обрезкой простимулирую ее к новому цветению. Также в этом цветничке у меня посажен алисум сноу принцесс. Такая уже большая куртиночка цветочная и вегетативный алисум лавандер. Вот он маленькой такой кочечкой растет. Видите, как они отличаются. Так, дальше. И еще смотрите, какая у меня здесь красота растет. Это немезия вегетативная. Рассажена у меня в этом сезоне по всему цветнику разных расцветок. Названий вам не скажу, потому что не запоминала, не записывала. Цвет понравился и вот приобретала по цвету, не по названию. А еще вот такая расцветка со мной поделилась моя соседка. Такой расцветки у меня еще не было. понравилась очень тоже красивая какая вместе с розочками растут мои красавицы. Немезия меня покорила, друзья. Тоже сохраняю ее. Вот эту уже пару сезонов сохраняю и желтенькую. Ну, сейчас вам покажу все свои кустики. Дальше, друзья, здесь высажена красная немезия, лилово-желтая, такая расцветка, бакопа, красная с белым немезия, бакопа, желтенькая немезия и белая вербена. и две красавицы красная и белая, рядышком гортензия полистар. Уже, смотрите, зацвела раннецветущая. у бакопы убираем отцветшие цветы обязательно, а немезию после цветения укорачиваем побеги после цветения немезии, так же, как и бакопе. Вот так обрежу ее. Смотрите, чтобы она поровнее была и побыстрее зацвела новыми цветочками, как вам уже сказала, в кашпо буду делать обрезку и в грунте, и так же немезии. Вот здесь уже, видите, отцвела, остались цветочки только на макушках, она цветет по длине всего побега, видите, сколько было цветов, вот отцветшие коробочки пустые. Я вот так ее обрежу, вот так, и она опять нарастет и зацветет. После обрезки подкормлю все свои однолетки аммиачной селитрой, а так, в принципе, я их больше, друзья, ничем не подкармливала с момента посадки, потому что я под каждый свой однолетний цветочек добавляла по горсти фертика весна-лето удобрения, и еще они у меня посажены в такой хороший грунт. Я в тачке смешивала свой перегной плюс торф плюс плодородную землю, и еще по горсти тоже конского навоза под каждый однолетник добавляла, и поэтому подкормками я не занималась, как вот они у меня посажены, и до сих пор я их еще не подкармливала, только поливала, а поливала тоже не специально, а поливала весь цветник, и, естественно, и их тоже. Ставила дождеватели, дождевателем поливала. Вот, друзья, сейчас покажу вам, что у меня вот в этом цветничке насажено. У меня все однолетки, кроме лобелий, вегетативные, выращены из черенков, не из семян. Не сею я из семян немедия. Вы мне спрашиваете, когда и как, я не знаю, потому что я не сею. У меня немедия вегетативная, друзья. Семеной никогда не занималась и не знаю, как она растет и как развивается. Здесь бакопа, здесь вот лобелия. Лобелию покупала в гранулах пакетики в интернет-магазине у Светланы Лодисад, у своей подружки разных сортов. Вот, это одна гранулка, одна гранулка вот так нарастает кустиком таким. Так, смотрите, здесь такая рыженькая немедия и желтенькая. Так, покажу с этой стороны, здесь лучше видно. Во какая. У желтенькой такие длинные побеги, она как ампельная. А вот эта вот расцветочка в этом году новиночка тоже поделила со мной соседушка моя. Смотрите, какая красивая. Она кустовая. Вижу, что она кустовая, она не ампельная. вот здесь уже требуется обрезка немезии. Тоже, видите, только на кончиках у нее цветочки. Здесь уже все побеги лысые, отцвела она. Буду делать обрезку обязательно. ампельная. Дальше. Вот здесь лабелия обалденного цвета посажена. Очень нравится кустовая. Есть у меня лабелия ампельная, а вот эта кустовая. Кустовая, конечно, очень красиво смотрится, такой шапочкой плотной, красивой. и здесь немезия красная, желтая и вот фиолетовая с розочкой бланк маньян декор. Очень красиво смотрится, а с этой стороны беленькая посажена. Роза в ударе в этом сезоне. Очень красивая. столько цветов у нее много. Смотрите, немезия желтая и красная. Какая тут у меня красавица лабелия растет. Два кустика вместе посажена голубая и синяя. Обрезала камнеломку и ее стало видно, а то ее камнеломка закрывала. Так она здесь хорошо смотрится, ее видно мне даже из окна. Не могу, друзья, не показать вам розочку. Это красавица вайкики. Посмотрите, какие цветы. и очень ароматные. И в этом цветничке по бордиру у меня рассажены однолеточки. очень красиво смотрятся с барбарисиками, с розочками. Где-то в середине месяца буду снимать с них череночки и укоренять. Обязательно вам покажу. Каждый год я это делаю в июле месяце. И у меня до осени они успевают укорениться, разрастись даже. и потом я их забираю домой. В этом году хранила все свои однолетние растения вместе с пеларгониями в подвале. Где температура у меня не поднималась выше. Но самая высокая была плюс 12. А так всю зиму практически там градусов 6-7. Вот так вот. У меня они прекрасно там сохранились. Мне очень понравилось. Лучше чем дома. Меньше полива, меньше ухода. Так что будем размножать. Забыла вам, друзья, сказать, что естественно я свои черенки всю зиму в подвале досвечивала. Вот. А то вы меня будете спрашивать. еще обработки от болезней и вредителей делаю по мере необходимости. Так в принципе особых проблем с однолетними в грунте я не наблюдаю. Пока вроде все хорошо, а там посмотрим. Но опять же делаю обработки своим многолетним растениям. однолетки рядом посажены. Им тоже достается наверное я так думаю. Специально конечно не обрабатываю. Ну все вам вроде друзья рассказала про уход своих однолетних растений. Всем кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго до свидания. ! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok